Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики порадовали новой рулеткой, но только тех ребят, которым нужен концепт 1Б. Кто-то прется от этой тачки, кому-то она вообще не нравится, кто-то к ней относится спокойно. Я, допустим, отношусь спокойно и ничего прям вау уникального в этой машине для себя лично не нахожу. Давайте поговорим о ценнике, прокрутим пару раз, вне зависимости от того, выпадет машина или не выпадет. Перейдем на пресс-аккаунт, там где тачка у меня уже настроена, ну и обязательно выкатим ее из ангара. Что касается ценника, здесь целых 20 прокрутов и с вас попросят неполных 33 тысячи за все 20 вот этих вот прокрутов рулеточки. Я считаю, что это будет очень дорого, если из этих контейнеров вам не выпадет какая-нибудь нормальная годная восьмерка. Ну а по большому счету, вы в таком случае, даже если из какого-то из этих контейнеров одна какая-нибудь годная восьмерка вам выпадет, получаете себе концепта 1Б, в принципе, за его обычную адекватную стоимость. Я бы не оценивал данную машину в голом состоянии дороже 17,5. Ну а с легендарным внешним видом пускай в 20-ку. И то, честно говоря, сам легендарный внешний вид тоже вызывает у меня ряд вопросов. Мне он абсолютно не нравится, вообще ничем, вот серьезно. Ну не мое это, особенно когда ты играешь и вот этот вот орел своим затылком перекрывает тебе половину обзора. Мне, честно говоря, не нравится это, ну прям вообще. Ну ладно, здесь на вкус и цвет я не буду спорить с теми ребятами, которым заходит. Просто покрутим рулеточку, посмотрим, что нам выпадет. Ну и обязательно, как я уже говорил, выкатим машину из ангара. Ну что, давайте крутить, я особо много сливать не буду, в принципе, не гоняюсь за концептом 1б. Если по какой-нибудь дешманской цене выпадет, понятное дело, буду безумно рад. Ну а если не смогу его достать, то тоже не особо расстроюсь, если только не сильно уйду в минус. Открываем, собери их все, смотрим, что нам оттуда выпадает. Сейчас, бац, и восьмерка мне какая-нибудь, или десятка. Или просто талисман золота. Коих мне еще необходимо собрать, достаточное количество для того, чтобы тысячу голды себе отбить. Забираем, крутим еще раз. Ну не знаю, ребят, я думаю, что более трех, ну пускай четырех раз данную рулетку крутить нет смысла абсолютно никакого. Потому что после приблизительного где-то третьего, четвертого прокрута, вам необходимо принимать все-таки решение в отношении того, идете ва-банк или не идете. Пока, в принципе, мне фартит, но условно. Почему говорю условно? Потому что я сливаю голду на те вещи, за которые я бы в жизни золото не отдал. С другой стороны, мне, по крайней мере, не выпадало еще сто тысяч серебром. Что является, мне кажется, здесь самой худшей наградой, какую только можно было сюда положить. Ладно, крутим еще раз. Ну, давай. Давай что-нибудь хорошее мне. Хорошее такое, приятное. Допустим, сто тысяч кредитов. Спасибо большое. Попросил ГСН. Дали ему за 200 голды, если не ошибаюсь. Так, еще один прокрут делаю. И на этом останавливаюсь. Ниже 29 тысяч накануне новогоднего аукциона. Я уходить не собираюсь. Делаю эти прокруты исключительно для того, чтобы вам показать шансы выпадения чего-либо. Ну и в целом, скажу откровенно, если бы не желание показать вам реальные шансы выпадения, я бы в жизни рулетку эту не крутил. Я за то, чтобы покупать машины непосредственно из магазина, там, где они периодически появляются на продаже. Хотите вы себе получить концепта? Да кто вам мешает? Подождите, пока он появится на продаже и купите его голым, либо в составе набора, как вам угодно будет. Но вы будете знать точно, что вы забираете. Ну а рулетка это всегда игра с судьбой, причем не обязательно, что в вашу пользу. Перепрыгиваем на пресс-аккаунт и выкатываем концепт 1б, для того, чтобы посмотреть на него в реальном бою. Итак, друзья, давайте будем заценивать. Особо долго останавливаться на каких-то мелких подробностях по ТТХ я не буду. Кому интересно, перейдите по ссылкам, которые есть в описании. Посмотрите абсолютно честный обзор на данную машину с заценом брони с сравнением с другими тачками на уровне. Кратко заценим орудие и ринемся в бой. Время сведения 3 секунды. В целом классно, прикольно. Разброс тоже вполне себе божеский для 10 уровня. Урон в минуту неполных 3000. И все благодаря тому, что перезаряжаете 7,7 секунды с хорошим пробитием, нанося по 380 единиц среднего урона. Вот такие вот позитивы. Также стоит отметить как позитив угол склонения орудия вниз минус 10 и вверх плюс 20. Это действительно очень удобная тачка в отношении отыгрывания от неровностей. Стоит помнить по поводу того, что здесь сплюснутая башня. Ее очень сложно пробить. И в прямой проекции, если вы прячете нижнюю часть своего корпуса спереди, то в целом от башни отыгрывается очень классно. Но как только вы делаете ошибку и как-то поворачиваетесь бортом, то здесь вас пробивают просто-таки на ура. Где-то вот в такой вот проекции, понятное дело, пробить не смогут, потому что здесь довольно неплохая приведенка. Ну, вот такая вот машина. А что она собой по факту представляет? Давайте будем смотреть вместе. Ну что, поехали. Все забываю эту стрелочку зеленую отключить. Недавно пресс-аккаунт другой дали. И, честно говоря, как-то руки не доходят. Это дело все убрать, потому что немножечко все-таки мешает. Раньше было как-то попривычней. И в основном играл с, допустим, сенсорника. Оттуда привык. На сенсорнике это действительно способствует пониманию, в какую сторону твоя машина сейчас собирается двигаться. С учетом того, что ты не всегда ползунок правильно чувствуешь. Ну, а когда играешь с компа, понятное дело, эти стрелки уже особой необходимости не имеют. Так. Точность, ребят. Ну, вот приблизительно вот такая. При полном сведении пролетело выше бабахи. Это не очень, конечно, приятно было. Зато время перезарядки неплохое. По пробитию. Ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Я сейчас зарядил голдовый. Надеялся на то, что в Суперконе увижу какие-то дополнительные серые зоны. Но, к сожалению, их там не появилось. Так. Пока повыжидаем. Пока постоим. Особо куда-то двигаться пока не будем. Коро, Суперконь, Чиф. Короче говоря, компания такая здесь подобралась. Мама не горю. Если сейчас они начнут продавливать, то я думаю, что ничем хорошим для нас это явно не закончится. Ладно. Попробуем немножко наглануть. Подъедем чуть поближе. Ну и вот первый желающий. Единственное, что... Блин, не получается. А вот в бортину башни прилетает прямо на ура. Сразу. Как только появился, сразу разбирают. Отходим назад. По-моему, глупо, если я сделал, что вперед вылез. Вообще машина, правильно мне писали в комментариях, она предназначена для игры сугубо от башни, стоя где-нибудь в укромном месте. Все. На большая тачка не способна. В прорыв нормально она пойти не может. Уж тем более самостоятельно. Уж тем более против нескольких соперников. Я бы сказал, что машина крайне прямолинейна. То есть, допустим, сравнивать с тем же самым суперконем или чифтейном. Но это мое скромное мнение. Там как-то у тебя больше возможностей, больше ширина твоих движений. То есть здесь, как только ты начал поворачивать башню, тебе сразу прилетает. Здесь, как только ты повернулся как-то неправильно боком, тебе сразу прилетает в корпус. На чифтейне, на, допустим, том же самом суперконе, там в этом отношении все-таки немножко пободрее будет, поинтереснее. Там даже если ты немножко башню отвернул, то все равно остается какая-то приведенная броня по щекам башни, по бортам башни. Короче говоря, как-то поинтереснее что ли. Эта машина скучноватая. Мне как-то не сильно заходит. Именно поэтому я сказал, что я не планирую идти ва-банк, прокручивая рулетку. Я не планирую за нее прям бороться. Да, я буду рад, если она достанется мне на, скажем так, халяву. Ну а если отдавать за нее полный ценник, то, наверное, я готов купить эту машину, когда она будет продаваться, тысяч за 17,5. Только в случае, если до этого соберу другие десятки, которые мне гораздо больше нравятся. Я понимаю, что не совсем правильным будет сравнивать, допустим, того же самого концепта 1Б, это тяж, с тем же самым Коро, который является средним танком. Но все равно, ребят, мне Коро как-то вот больше, больше интересен, хотя бы потому, что он предоставляет какой-то уникальный, нестандартный геймплей, чем-то похожий на Проджету 65-ю, но в то же время с наличием дополнительного снаряда, который помогает существенно в боях. Не знаю, может, я не прав, может, я не до конца понимаю концепт 1Б, и, возможно, по результатам данного видео я получу опять очередную волну негодования от владельцев данной тачки, но я высказываю свое субъективное мнение, высказываю, как я чувствую танк, и уж простите, если я чувствую его именно таким, таким, который мне особого удовольствия в боях не доставляет. Мне не сильно нравится играть просто стоя где-нибудь от башни и больше в бою ничего не делать. Мне бы хотелось чего-то большего. Не особо много я сейчас настрелял, по одной простой причине, потому что в драку не сильно лезть хотелось, при этом я сделал два фрага, и считаю, что это какой-никакой, а все-таки вклад в общую победу нашей команды, и хоть я и явно не займу какие-то передовые места по количеству нанесенного урона, но в конце концов полностью бесполезным в данном бою я все же не был. 2000 урона, два уничтоженных соперника. Что касается результатов по фарму, то, ребята, это коллекционный танк 10 уровня, и рассчитывать на фарм здесь не приходится, потому что лучше всего все-таки фармить на премах 8 уровня. Что касается все-таки фарма, то с учетом того, что я играл с прем-аккаунтом, я получил 41 тысячу. Не было бы према, было бы, грубо говоря, 23. Ну, хотя бы не в минусе, уже хорошо. Ну, а что касается моих результатов по настрелу, то средняком в нашей команде. Как я, в принципе, изначально и понимал, особо хвастаться нечем. Уж простите меня те, кто умеют концепта реализовывать гораздо лучше, и те ребята, которым он нравится, я не говорю о том, что танк полное фуфло, и брать его себе не стоит. Я говорю лишь о том, что перед тем, как крутить рулетку на него, стоит хорошенько подумать, сколько конкретно голды вы готовы за него отдать, и готовы ли вы пойти ва-банк и слить 33 тысячи голды, для того, чтобы забрать себе данную машину, особенно с учетом того, что существует вероятность, что из контейнеров вам ничего не упадет. Если вы за честное мнение, то прямо сейчас подписывайтесь на канал, ну, а я побежал снимать специально для вас следующий видос. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok